Всем привет, с вами Priya. BlizzCon прошел успешно. Показали Diablo 4, показали World of Warcraft Shadowlands. Все классно, все круто, все замечательно. И при этом показали интересную настольную игру под названием Small World of Warcraft. Показали ее в рамках стенда, который, скажем так, находился еще в разработке. А именно находились в разработке различные карты, арты и различные иконки персонажей. Само собой, мир Warcraft, он многогранен и в нем есть море всяких различных персонажей. Начиная от Мурлоков, заканчивая героями Альянса, ну и Арды, само собой. Если рассмотреть первую картинку, первый скриншот, то мы увидим выход данной настольной игры, а именно доступ к ней. будет доступна весной 2020. На текущий момент весна 2020, и мы узнали о том, что она наконец-то будет доступна, эта настольная игра. И на текущий момент есть первая информация о ней. Рассмотрим ее внимательно и поглазеем на интересные иконочки, на интересные картинки и на всякие другие вещицы. Вот у нас сама коробка этой игры. Small World of Warcraft. Выглядит довольно-таки интересно, красочно. То есть с одной стороны, с правой половины данной коробки, находится Альянс. Альянсовские фракции, то есть у нас тут Человек, Гдон, Варген, Ночной Эльф в виде Тиранды и Дворф. Дворф, кстати, который представлен в видосике, который посвящен классику. То есть вы когда игру открываете, например, вы можете глянуть различные видеоролики в World of Warcraft, да, там можно глянуть видосик по классике. Там есть этот Дворф, который стреляет своего ружья. По-моему, он в такую же экипировку одет на этой коробке. Ну и слева Рассарды. То есть получается Орк, Гоблин, Тролль в виде Волджина, Таурен и Бладельф. По-моему, да. Окей. Дальше следующая картинка показывает нам карты различные в этой настольной игре. То есть какие будут, насколько они красочные, сколько интересных материков, интересных фишечек, сколько будет присутствовать, различных иконок также. И также есть водные различные интересные материки. На следующей картинке, она слишком большая, уже все разложено, уже все более красочно, скажем так. Просто это такая же картинка, как и предыдущая, просто с другого ракурса. Ну, выглядит довольно-таки интересно. Все в домонетке имеются какие-то интересные. По идее, это будет монополия. Ну да, иначе и быть не может. Вот предпоследняя картинка также показывает нам различные области карты. Показывает нам эти монетки. 5, 10, 1. Что-то еще можно интересного найти. Горы, леса, озера, пустыни. Все, как говорится, в духе Варкрафта. И самая последняя картинка показывает нам то, что находится внутри коробки. Слишком много текста. Ну, что мы тут видим? 110 монеток победы. Информация об игре. Играть могут 2-5 человек возрастом 10 и выше. К чему написано 40-80? Честно говоря, я не понял. Тут какой-то штрих имеется. Может, это какая-то пометка, которая просто-напросто тут не указана. В общем-то, выглядит это все довольно-таки интересно. Довольно-таки красочно и забавно. Я очень хотел бы, на самом деле, потестить ее. Поиграть в нее. Но, как мы знаем, какие-то физические такие вещи тестить на стадии разработки, это в целом невозможно. Но, как говорится, если все же игра-мир состоится, там, скорее всего, будет, опять же, компания Blizzard. Все будет хорошо, я на это надеюсь. То, может быть, там будет эта настольная игра. И можно будет в нее зарубиться. Как говорится, поживем-увидим. Всех вам благ, счастья, здоровья. Берегите ноги, моете руки. Не забывайте о ссылках в описании. До скорого.